Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня у нас на обзоре чистокровный итальянец. Профессиональный стереомикроскоп оптика LAB20 с увеличением от 7 до 45 крат. Область применения этой модели весьма обширна. Ремонт и пайка электроники, создание ювелирных изделий, создание зубных протезов, гравировка, дактилоскопия, гемология, энтомология и многое другое. Поставляется микроскоп в картонном ящике внутри пенопластовой формы в частично разобранном виде. Комплектация очень простая. Два десятикратных окуляра, резиновые наглазники, пылезащитный чехол и инструкция по эксплуатации. Стандартно к любому изделию от торговой марки оптика вместе с инструкцией вкладывается сертификат качества европейского стандарта. В документе указывается индивидуальный серийный номер устройства и место его производства. Микроскоп состоит из трех функциональных блоков. Основание овальной формы, массивной станины и бинокулярной головы. Бинокулярная головка выполнена из качественного пластика, выглядит весьма внушительно и весит полтора килограмма. Внутри в металлическом кожухе скрывается солидный парный объектив Грена, оборудованный зум-механизмом и состоящий из десяти оптических элементов в пяти группах. Объективы наклонены друг к другу под углом в 14 градусов, благодаря чему правым и левым глазом пользователь видит различную картинку и складывается впечатление, что изображение объемное и это действительно так. На поверхность линз нанесены просветляющие покрытия фиолетового цвета. Бинокулярная головка оборудована двумя спаренными ручками регулировки кратности. На правой рукояти присутствуют насечки с цифрами, указывающими выбранное увеличение. Увеличение объектива может меняться от 0,7 до 4,5 крат. Вместе с комплектным окуляром получаем суммарное увеличение от 7 до 45 крат. Зум-механизм пластиковый, хорошо смазан и работает плавно. Разработчики данной модели постарались сделать работу с оптическим прибором максимально комфортной и выполнили призменные блоки под углом в 50 градусов к технику. Благодаря этому решению голова человека находится в естественном положении. Шея не испытывает нагрузки и пользоваться прибором можно довольно-таки длительное время. Оптический прибор имеет окулярные трубки с посадочным диаметром в 30 мм и индивидуальную фокусировку. Предусмотрена фиксация окуляров стопорным винтом. Доступна подстройка межзрачкового расстояния в пределах от 55 до 75 мм. Комплектные окуляры, обращенные кёльнеры с увеличенным выносом зрачка, благодаря чему возможно вести наблюдение в очках, о чем говорит маркировка на корпусе самого окуляра. Корпус металлический, на линзы нанесены просветляющие покрытия. В юбке предусмотрена резьба для установки измерительных шкал и сеток. Окуляры укомплектованы резиновыми наглазниками, которые служат дополнительной защитой глаз наблюдателя от боковой засветки. Бинокулярная голова крепится в металлическую оправу, которая в свою очередь соединена с металлическим штативом и реечно-солазочным механизмом грубой фокусировки. Тонкой фокусировки нет, но в стереомикроскопах она особо и не нужна. Рукоять фокусировки сдвоенная, с возможностью регулировки силы натяжения макровинта. В верхней части станина оборудована синей пластиковой ручкой для переноски устройства. Полный вес микроскопа намекает нам на то, что ручкой пользоваться не стоит. В бинокулярную оправу устанавливается верхний светодиодный модуль подсветки, провод от которого уходит вниз и прячется в недрах основания прибора. Именно в этом месте мы обнаружили единственный недостаток микроскопа. При наблюдениях на максимальной кратности бинокулярная голова опускается до предела вниз, пережимая провод питания. Со временем кабель перетрется и у вас пропадет верхний свет. Планка фокусировочного механизма алюминиевая, длиной 150 мм. В планке предусмотрено два отверстия под крепление бинокулярной головки. Установка головки в верхней точке пригодится вам при работе с весьма крупными объектами. С головой и станиной разобрались, давайте теперь обратим внимание на основание. Основание имеет овальную форму и скошенные края. По центру мы видим круглый предметный диск, под которым спрятался нижний осветительный модуль. Присутствуют две длинные прижимные лапки для фиксации наблюдаемых объектов. На основании производитель разместил кнопку включения питания подсветки и две рукояти регулировки мощности осветителей. С тыльной стороны прибора находится разъем для подключения сетевого кабеля. Для оценки качества изображения мы использовали трехмегапиксельную камеру и наш набор аксессуаров. Увы, но наша цифровая камера для тестов не способна передать реальное качество изображения. Хроматических и сферических аберраций практически нет, присутствует малозначительная кривизна поля. Шикарное поле зрения и колоссальная глубина резкости делает работу с крупными объемными деталями одним удовольствием. Микроскопу решено было поставить 9 баллов из 10 возможных. Один минус оптический прибор получил за неудачное крепление кабеля питания верхнего осветительного блока, который перетрется за время активной эксплуатации прибора. В остальном нареканий нет. Все оптические и механические элементы выполнены очень качественно. Хорошо проведена сборка, на подвижных узлах присутствует смазка. Оптический прибор можно смело приобретать для работы. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok